всем привет вы на канале цветочное счастье дорогие друзья вести из теплицы сегодня занимаюсь вот такой работой готовлю к зимовке вот эти прекрасные растения вот два кашпо у меня с дихондро серебристой как только она у меня появилась саду я сразу влюбилась в это растение и несмотря на то что мне только было всего вот в два кашпо я уже сразу еще ранней весной думала все обязательно на следующий год посажу побольше но и вот сегодня моя задача состоит не только чтобы сохранить вот эту всю красоту до весны но и еще и и размножить это дихондро из семян я заказывала сеянцы мне пришли по почте вот таких 6 сеянцев в каждое кашпо я посадила по три сеянца и вот так вот она наросла за вот этот весь период я до этого в обзорах неоднократно рассказывала насколько все-таки это неприхотливое растение вот она у меня растет в объеме 5 литров грунт специального какого-то грунта для нее нет обычно цветочный грунт который я использую для всех своих цветов общем единственное только своевременный полив растет как на солнце так и в тени и несмотря на то что это вот такая нежная на ощупь бархатная серебряная лиана она вот настолько сильная дождь ветер все выносит и просто украшает мой цветочный уголок вот почему сегодня буду черенковать и хочу еще поделить вот эти вот маточные кустики то есть разделю и где-то наверное на четыре части и пучочки вот такие с корешками высажу отдельно по горшочкам в общем все сейчас буду вам рассказывать и показывать оставайтесь со мной на канале вытащила я первое растение из кашпо и поделила на четыре части две части я взяла небольшие а две части немножечко побольше в конце видео я объясню почему я так сделала лианы пока не обрезала вот и приготовила вот такие транспортировочные горшочки на полтора литра сейчас буду сюда высаживать все дорогие друзья закончила с пересадочкой можно подводить итоги получилось у меня пять кашпо по полтора литра где я высадила маленькие деленочки вот эти все веточки я ну при обрезке небольшие оставила и вот так вот их распределила по влажному грунту теперь она должна укорениться так как это почва покровник ну должно укоренение произойти быстро вот но как бы время есть ничего не торопит вот поэтому пусть потихонечку растут вот эти которые зеленые они сейчас мокрые просто я и хорошенько при пересадке полила вот а как высыхают видите уже вот становятся серебряными сейчас они будут вот опять же такие красотки так это 5 кашпо потом которые деленочки были побольше я высадил опять же вот в эти 5 литровые кашпо только из двух у меня теперь получилось три вот еще одно также здесь распределила веточки где веточки приподнимались я их вот так приколола обычными дамскими шпильками очень хорошо они в садоводстве выручают вот и вот эти кашпо большие я целенаправленно посадила с той целью в течение зимы буду выращивать ухаживать за ним и в конце мая когда я буду уже вывешивать все свои растения то вот эти кашпо у меня уже будут большие пышные кустики то есть уже будут красотки конечно как это все будет развиваться я вам буду показывать но при обрезке естественно я и хотела еще поставить на укоренение в грунт вот в такие лоточки вот такие лоточки насыпала грунта пролила его и разложила веточки на поверхности грунта то есть на поверхности увлажненного грунта также хорошенько сделала опрыскивание обязательно у меня в лоточках есть дренажные отверстия и получается вот такого рода тепличку я делаю накрываю в общем вот так вот у меня еще получилось пять таких лоточков и живот обязательно приколола вот шпилечкой чтобы веточки не поднимались вот то есть то есть вот так это все будет вот так шпилечка я приколола вот эти все мои как говорится вот череночки отправлю их на стеллаж ко всем своим растениям где температура у меня 20-25 градусов но сейчас 25 под подсветку там подсветка у меня течение 14 часов то есть это все будет стоять там ну вот эти пока горшочки оставлю на несколько дней в теплице так как у меня здесь поддерживается температура 15 градусов и они с корнями но в общем пока постоят здесь тут у меня еще работы вот еще пиларгонию буду готовить к зимовке и вот будра меня еще ждет поэтому это все пока оставлю здесь вот как только уже я здесь закончу работы теплица будет пустая все вот эти растения какие-то переедут в дом а какие-то в то помещение ну где будут зимовать пиларгония но я думаю что там температура в любом случае будет 14-15 градусов и еще конечно как выбросить вот такую красоту конечно еще вот осталось я поставила в водичку в воде тоже дихондра прекрасно дает корешки в общем вот так вот мечтала получить столько красоты пожалуйста теперь буду ухаживать вот дорогие друзья вот такое видео получилось кому интересно дальше следить за событием ну и за развитием но не только дихондра и вообще всех цветов как за какими я ухаживаю буду рада рада если вы подпишетесь а вот на этом я с вами прощаюсь до новых встреч до новых видео всем пока пока